Большое спасибо. Я был руководителем программы по ожирению в Университете Калифорнии в Сан-Франциско на протяжении 20 лет. И сегодня я хочу сказать вам, что ожирение – это не проблема. Не убивайте меня сразу. Ожирение – это симптом проблемы. И сегодня мы будем с вами говорить об этой проблеме. Итак, заголовок моей презентации звучит провокационно. Итак, подклеточные патологии, которые лежат в основе всех хронических заболеваний. Благодатная или ненавидимая восьмерка. Вы знаете, это один из фильмов здесь, в Соединенных Штатах, который снят был Квентином Тарантино. Это, собственно, основные герои этого фильма. И, как вы видите, я каждому из них дал абсолютно другое имя. И, собственно, мы обсудим каждую из этих восьми патологий на протяжении сегодняшней лекции. Итак, перед вами «Конфликт интересов». Я являюсь автором этих книг. Эти книги появятся на русском языке позже в этом году. Кроме того, я являюсь медицинским руководителем. И, кроме того, мне оплачивают гонорар эти компании. Но я не буду говорить ни об этих компаниях, ни об этих продуктах. Поэтому это не имеет отношения к сегодняшнему содержанию лекции. Итак, перед вами одна из публикаций, которая, собственно, вышла в 2001 году. И это данные 2000 года. Что здесь написано? Что примерно в 2000 году у нас было 151 миллион пациентов диабетиков в мире. И, соответственно, был дан прогноз. На 2010 год, 10 лет спустя, эта цифра, которая, собственно, увеличилась существенно на 48%. И, соответственно, если вы пересчитаете в ежегодную инфляцию, то это 3,8. Но это не то, что мы увидели. На самом деле мы увидели нечто другое. Это 285 миллионов, и, соответственно, это скорость инфляции с 6,8. То есть практически удвоение того, что ожидалось к 2014 году. Это уже 422 миллиона. И это цифры по инфляции 10,3%. Посмотрите, это утроение, утроение по сравнению с тем, что ожидалось. И именно поэтому весь мир, весь мир фокусируется на этой пандемии ожирения. Под инфляцией здесь имеется в виду скорость роста. Далее, в 2019 году 463 миллиона. 2021 год, это уже 537 миллионов. И, наконец, что является прогнозом на 30-й год? Посмотрите на эту цифру. 568 миллионов потенциальных диабетиков. Посмотрите. И у нас просто денег не хватит нигде, ни в одной стране. Просто никогда и нигде, и ни за что для того, чтобы нести это тяжкое время. И на самом деле это не только взрослые. Это не только взрослые. Вы можете видеть, что диабет также активно растет практически во всех демографических группах. Неважно, какова расовая принадлежность, какая половая принадлежность. Это растет во всех демографических группах, в том числе и у детей, и у подростков. А давайте посмотрим на стоимость. Вот здесь красным цветом мы видим с вами стоимость госпитализации. Зеленый цвет – это стоимость здравоохранения. И, наконец, фиолетовый цвет – это стоимость препаратов. Ну, а затем есть общие расходы, потому что все остальное – это, собственно, работа с хроническими метаболическими заболеваниями, одним из которых диабет является самым основным. Если мы посмотрим с вами на рост расходов здравоохранения по сравнению с ожидаемой продолжительностью жизни, обратите внимание, вот перед вами 37, 37, наверное, самых развитых экономических стран. Обратите внимание на эти цифры. США находятся вот здесь, что называется, тащатся в Арьегарде. То есть мы, в общем-то, продолжаем инвестировать деньги, но, к сожалению, у нас самая низкая ожидаемость продолжительной жизни среди этих стран за последние пять лет. Отсюда возникает вопрос. А куда же тогда наши деньги утекают, уплывают и расходуются, если мы вообще, вообще ничего не получаем за эти деньги? Но основная причина в Соединенных Штатах и во многих других хорошо развитых странах и не очень хорошо развитых во всем мире – это то, что все ждут таблетки магической волшебной пилюри. О, у нас есть аналоги ГПП-1, у нас есть Минговер, Земфик, Соединенных Штатах, уже новые возможности, да. И сейчас они говорят о снижении веса, но, но они, к сожалению, не решают проблемы, тоже не решают проблемы. А я вам расскажу, в чем заключается истинная проблема. Так вот, истинную проблему они не решают. Перед вами, наверное, самый важный слайд, который я хочу показать сейчас. Мы говорим о Соединенных Штатах, исключительно США. Итак, 260 миллионов взрослых, да, это вот такая диаграмма. Здесь представлены все взрослые Соединенных Штатов, да, 42,4%, ИМТ выше 30, 57,6% имеют нормальный вес, то есть ИМТ ниже 30, ну, либо небольшой избыточный вес. То есть это вот все взрослые в одном из двух кругов, 110 и 150, вот так. Теперь стандартно, что говорят и думают врачи, и нутрициологи, и диетологи, и институт здравоохранения, и Белый дом, и Конгресс, и даже пищевики в своей индустрии, они говорят следующее. 80% этих пациентов, в сожалению, так вот, 80% из этих 42,4, 260 миллионов, так вот эти, вот эти 86 миллионов людей вот здесь, они больные, они пациенты. У них ожирение, они больные, и они больные, потому что у них ожирение. Так вот эти люди вот здесь, только на фоне диеты и физнагрузки мы можем решить эту проблему. Но это не так. Это ложь, это вранье. Ну, мягко говоря, ошибка. Но почему это ошибка? Ну, казалось бы, это звучит правильно. Ну, в общем-то, совершенно справедливо, да, 80% популяции с ожирением, да, имеют метаболическую дисфункцию, метаболически больные, но 20% нет. Они метаболически здоровы, понимаете? И у нас есть название для этих пациентов. У нас есть MHR, метаболически здоровое ожирение. Они как мы, как мы, понимаете? А наоборот, 60% популяции с нормальным весом имеют абсолютно то же самое заболевание, как и пациенты с ожирением. То есть нормальные люди могут иметь, казалось бы, здоровые дислепидемии, и диабет, и сердечные заболевания, и деменцию, и жировую болезнь печени, поликистоз яичников и так далее, и так далее, ожирение, гипертензию и так далее. Понимаете? Они получают это при сниженном МТ. Они получают это при нормальном весе, фактически. Но если мы посчитаем математически, то оказывается, что их даже еще больше. У нас даже больше худышек больных, чем толстушек больных, понимаете? И если мы сложим все это вместе, то тогда это будет, боже мой, больше половины популяции США. Больше половины. Вот, именно поэтому это и становится проблемой общественного здравоохранения, потому что у каждого есть риск, не только у тех, у кого ожирение. То есть ожирение – это маркер проблемы, маркер проблемы. Но это не сама проблема как таковая, потому что на самом деле люди с нормальным весом также имеют те же самые проблемы. Я могу это легко доказать. Вот, посмотрите, перед вами КТ-сканы брюшной полости двух людей с абсолютно одинаковым весом. Вот, смотрите, жировая масса туловища 12,8, 12,8, один здоров, другой страдает. И вы все специалисты по ожирению, вы знаете, что вариант В – это патологический вариант, потому что здесь у пациента огромное количество интерабдоминального жира. Вот, смотрите, а это гораздо более метаболически активный жир, который вызывает проблемы. И в частности, мы сейчас знаем, что это не просто висцеральный жир, это именно жир печени, который составляет огромную проблему. То есть вот у нас нормальная печень. Мы видим и куперовые клетки, мы видим и желчные каналы, видим желчные пути и так далее. А вот, смотрите, макрофаги, вакуолия, инфильтрация, и вот начало формирования рубцовой ткани, фиброза. Если посмотреть под микроскопом, вы не скажете, какой он субстрат, вы не знаете причины. Вы не знаете причины. Что, это алкоголь? Может быть, активный алкоголь, ну, до 80-х годов, если мы это видели под микроскопом, мы говорили «алкоголик, алкоголик». Но нет, сейчас это не так. Я скажу вам, 45% американцев взрослых и 25% американских детей, понимаете, я не говорю слово о сожалении, да, просто американские, взрослые американские дети, 40 и 25, имеют жировую болезнь печени, ЖБП. Понимаете, только что я общался с коллегами из Швейцарии, да, в Швейцарии, они провели оценку печени на УЗИ, они провели это в рамках общепедиатрической клиники. И знаете, что они увидели? Жировую болезнь печени у нормальных детей. В Швейцарии, в Швейцарии, знаете сколько? 20%. 20%. То есть это не просто проблема ожирения. Нет, это проблема каждого из нас, не только людей с ожирением. И, наконец, неалкогольная жировая болезнь печени на ЖБП, это ведущая причина трансплантации в США. Смотрите, перебила даже гепатит С. Если мы посмотрим на неалкогольную жировую болезнь печени на ЖБП, то проблема, смотрите, ИНТ меньше 25, то есть с нормальным весом, абсолютно, я бы даже сказал, худышки. И вот, смотрите, США, Китай, Индия, Италия, Корея, смотрите, весь мир, весь мир просто, весь мир, весь мир, мы видим, видим, это очень мощный сигнал. Да, конечно же, в случае ожирения этот процент будет выше, я не спорю, я не спорю, но обратите внимание вот на эту колонку, посмотрите, при варианте нормального веса мы также это видим. А здесь мы видим распределение по ИНТ, вот здесь по оси абсцисса и относительные риски по оси ординат по развитию жировой болезни печени, и что мы видим с вами? Вот здесь категория избыточного веса, однозначный сигнал, однозначный. А здесь мы видим диабет и отсутствие диабета, и что мы видим здесь? Даже фобуляции с нормальным весом. Жировая болезнь печени является предиктором диабета. Если есть жировая болезнь печени, то тогда это риск в 3,5 раза по развитию диабета в 3,5 раза выше по сравнению с отсутствием жировой болезни печени. То есть это первичный фактор риска по развитию хронического заболевания. Перед вами есть еще одна опция, как мы можем это представить. Итак, посмотрите, это картирование, жировое картирование на МРТ. То есть мы выделяем жир. Вот смотрите, подкожный жир у пациента с ожирением. Но хочу обратить ваше внимание вот сюда, вот сюда, на печень. Вот она. Обратите внимание, она темная. То есть это 2,6% жира в печени. Это норма. Это норма. То есть вот здесь у пациента наблюдается МРТ, метаболически здоровое ожирение. То есть он на самом деле практически здоров, так же, как мы все. А вот, что мы можем ожидать с гораздо более высокой частотой. Вот ожирение на виде мушки любви, да-да-да. А вот, вот, посмотрите, появляется феномен граунд глаз или матового стекла. 24% жира. И это не алкогольная жировая болезнь печени в ассоциации с ожирением. И это метаболический синдром. А посмотрим вот сюда, на этого джентльмена. Смотрите, ушек любви нет. Ну, жира как бы нет. Все в норме. Даже, наверное, кубики есть. Смотрим на печень. 23% жира в печени. Мы знаем, что этот парень такой же больной, как и второй. Посмотрите, больная худышка, больная толстушка. А вот здоровый толстячок. Так вот, посмотрите, мы видим то, что мы называем истинным ожирением. Это жир, которого мы не видим. Это тот жир, который находится в висцеральных органах. И в частности, это жир печени. Так вот, вопрос. А сколько же жира может хранить печень до того, как мы увидим метаболическое заболевание? Полфунта. Можем ли мы это померить на весах? Нет. Именно поэтому 45% американцев сейчас имеют жировую болезнь печени, а также метаболическую дисфункцию. Неважно, есть ожирение, нет ожирения, воля или неволя. Поэтому ожирение – это не проблема. Ожирение – это маркер проблемы. Метаболический синдром – это проблема. И туда-то все деньги засасываются. 75% всех долларов здравоохранения уходят на лечение вот этих заболеваний, заболеваний, связанных с метаболическим синдромом. И вот они, вы все их знаете, эту омерзительную восьмерку. Посмотрите, они, собственно, идут рука в руку с ожирением. Да, несомненно, это так. Но они не являются причиной, они не вызываются ожирением. Есть что-то, что вызывает это все, а также вызывает и набор веса. То есть мы наблюдаем с вами детерминанту, идущую вверх. Посмотрим на эту омерзительную восьмерку. По Тарантину, да? Ни одну не излечить. Да, просто терапия. А терапия, которая, в общем-то, и не является терапией заболевания, это терапия симптомов заболевания. Да, конечно. У нас есть статины по сердечно-сосудистым заболеваниям. Да. У нас есть инсулин и пероральные сахароснижающие препараты, диабет, у нас есть антигипертензивные гипертензии, и так далее, и так далее. У нас есть химиотерапия, онкология и так далее. Но все это фактически лечит симптоматику. Ну, это как аспирин давать пациенту с обухолем мозга. Почему? Потому что голова болит, да? Ну, мы понимаем, что на самом деле вряд ли аспирин что-то сделает с обухолем мозга, потому что патология, она там останется, заболевание не исчезнет, оно там так и будет. Позвольте мне показать вам, как это работает. Итак, все знают, все прекрасно знают, что мы используем статины для лечения с лично-сосудистых заболеваний. Мы используем статины для лечения высокого уровня ЛПН. Итак, ЛПН коррелирует с лично-сосудистыми заболеваниями. Мы это знаем. Но относительный риск, смотрите, 1,3. То есть, если высокий ЛПН, протеин низкой плотности, ЛНП, то тогда ЛПНП, то тогда мы видим, что да, 30% риск повышается. Это статистически значимо, и это является проблемой общественного здравоохранения. Не спорим, не спорим, ЛПНП, ЛПНП. Но мы потратили много усилий, пытаясь отпустить ЛПНП. Оказалось, что триглицериды гораздо более эффективный маркер в сердечно-сосудистых заболеваниях. Здесь относительный риск 1,8, а там в ЛПНП только 1,3. Если мы посмотрим на исследования с высоким ЛНП и сердечно-сосудистыми заболеваниями, разницы нет. Нет разницы. Обратите внимание, что получают они статины или не получают. Улучшений нет. Отношение рисков абсолютно вот здесь, на нейтральной линии. И это справедливо, если мы говорим об заболеваемости, летальности как общих параметрах или только о фатальных событиях. Неважно. Эффекта нет. Эффекта нет. Если мы посмотрим с вами на метаанализ ЛПНП снижающей терапии как первичная профилактика, которая назначалась бы всем, и на самом деле есть очень много анализированных контролируемых исследований, исследований по препаратам и по диетарным вмешательствам, мы не видим общих преимуществ на летальности. Летальность по всем причинам. То есть общее количество дней увеличения жизненной продолжительности при назначении статина при первичной профилактике истечно-сосудистого заболевания составляет 4 дня. На 4 дня можно дольше прожить. На фоне статина, да. По вторичной профилактике, спора нет, это работает, это работает. А по первичной профилактике, да нет, не работает, не работает. Посмотрите, большинство из этих исследований не показали снижение значимости сосудистых событий, а некоторые исследования показали даже наличие вреда, в частности, развитие диабета. Вот перед вами, например, совсем недавний метаанализ, который посмотрел на летальность по всем причинам, посмотрел на инфаркты и инсульты. Что мы видим с вами? Практически нет эффекта, почти нет эффекта от статинов, как от инструмента первичной профилактики повышения ЛПНП. А использование статинов коррелирует с гипергликемией, да, потому что в конечном итоге статины влияют на метахондрии. Статины являются ингибитором тригидроксиредуктаза, что является метахондриальным ферментом, что вызывает метахондриальную дисфункцию. И поэтому неудивительно, неудивительно, что всё заканчивается гипергликемией. И так и должно быть. Хорошо, тогда давайте возьмем другое заболевание. Возьмем диабет, который мы так любим. Любимая тема, да, все хотят снизить гликированный гемоглобин. Вот он, наш священный Грааль. Но оказалось, снижая гликированный, мы снижаем нефропатию, нейропатию, ретинопатию. Но мы, к сожалению, не увеличиваем ожидаемую продолжительность жизни. Пять исследований, где именно это всё и показали. Никакого увеличения ожидаемой продолжительности жизни. Да, вот первоначальное исследование UKPDS, проспективное диабетическое исследование 70-х годов. Посмотрите, толбутамид ещё был тогда. Что мы видим? Общая ретальность. Ха, выросла. Сердечно-сосудистые заболевания. Ха, выросли. По сравнению с плацебо. Перед вами исследование с розиглитозоном. Из Нью-Ингланд-Джоналов Мэдисон. Прорыв, прорыв. Посмотрите, относительный риск инфаркта. Невероятный. 1,43. Да. Поэтому до сих пор на розиглитозоне у нас чёрный квадрат от FDA. Понимаете, отношение риска в посредине сосудистой смертности ещё выше. Исследование ACORD. Вы хорошо его знаете. Так вот, интенсивная терапия. И что мы видим с вами? Снижение гликированного ниже 6,5% по сравнению со стандартной терапией, где это 7,5%. А теперь смотрим на вторичные исходы. Вот они, вот летальность. И что летальность была выше в интенсивной группе по сравнению со стандартной группой. Сердечно-сосудистой смертности выше в интенсивной группе по сравнению со стандартной группой. Поэтому мы не делаем этим пациентам одолжение, снижая глюкозу крови, потому что глюкоза – это не проблема, это не корень зла. Глюкоза – это симптом проблемы. А нужно лечить причину. Нужно рубить не ствол дерева, а его корень. И так какова же причина? Оказалось, что есть 8 омерзительных сущностей, поэтому я и называю их омерзительными или благодарной восьмеркой. Омерзительной, благодарной восьмеркой, потому что это заболевание. Но, так сказать, у них нет просто кодировки в классификации МКБ 11-й версии. Не знаю, используете ли вы международную классификацию болезни 11-й версии, но мы используем. Но есть ощущение, что скорее да, что вы знаете, что это такое. И это субклеточные патологии. Посмотрите, так вот у нас нет кодировки по этим восьми патологиям в МКБ. В МКБ нету ничего. И так, когда эти процессы работают правильно, они увеличивают ожидаемую продолжительность жизни, да, здоровую ожидаемую продолжительность жизни, поэтому они благодарны. То вы будете достануть и играть в теннис, и бегать, и кое-что еще делать, да. Но если они работают неправильно, то вы умрете медленно и печально. Вам будет 40, у вас будут 2 ампутации, вы ослепнете на диализе, будете ждать следующего инсульта с деменцией и на противоопухолевой терапии. Вот. И вот перед вами вывод из моего первого слайда. Это они, это они. Гликирование, оксидативный стресс, митохондриальная дисфункция, инсулинорезистентность, мембральная нестабильность, воспаление, метилирование и аутофагия. Омерзительная восьмерка. Браво, Тарантино! И так все это знакомо вам, очень хорошо знакомо. Но мы не говорим нашим пациентам о них. Вы говорите такие слова? Конечно, нет. А причина почему? А потому что у нас нет терапии против этого. Против этих процессов ничего нет. Ни один из этих путей невозможно ингибировать. Ну, возможно, только воспаление, воспаление. И то до некоторой степени, да. Но фактически все они неизбежны. Все они могут быть купированы питанием, но кроме того, они могут и ухудшиться от другого питания. Об этом мы сейчас поговорим. Итак, возьмем каждую по очереди. Итак, первое – гликирование. Гликирование. Перед вами пять картинок, пять вариантов еды. У них есть одно общее. Что? Ну, помимо того, что вкусные, да, да, пивко и кофе – это ничего. Все они коричневые. Правильно? Коричневые? Коричневые! Да! То есть это реакция покоричневения, реакция Молларда, да? То есть неферментативное гликирование. И эпсилонами на группу глицина, да? Подумайте об этом на секундочку, да? То есть вы потихонечку поджариваете мяско при температуре 375 градусов 1 час. Медленно можем жарить при 98,6 в течение 75 лет. Так вот, ответ один и тот же. Мы все бронзовеем, мы все буреем. Вот, посмотрите, перед вами хрящ, у новорожденного белый, хороший, а вот хрящ ребра 88-летнего. Мы все бронзовеем и броневеем, пока сидим и говорим обо всем этом. Все буреем, все забуреваем. Это новая реакция, нормальная реакция, которую нельзя остановить. Остановит ее только смерть, только смерть. Но можно замедлить. И чем медленнее это пойдет, тем дольше вы проживете. Почти, но почему это происходит? Посмотрите, компонент альдегида вот здесь, на глюкозе, связывается с эпсион-аминогруппой элицином, затем происходит формирование двойной связи, донация электронов, и затем образуется ковалентный мостик, который остается постоянным до того, как эта молекула гемоглобина уже, так сказать, не расщепится селезенкой. И поэтому гликированный дает нам интегрированный параметр уровня глюкозы на предшествующие 3 месяца. Хорошо. Следующее. Второе. Оксидативный стресс. Каждый раз, когда происходит реакция гликирования, мы высвобождаем супероксид анион. Если это железо, оно покрывается ржавчиной. Но если это какие-либо другие ткани в организме, то тогда что происходит в реакции пероксидного окисления, пероксидирование? Реакция пероксидного окисления жиров. Смотрим внимательно. Донатурация белков. Далее, если это происходит в углеводах, то тогда это акриламид, и это, в общем-то, имеет свою противоопухолевую токсичность. То есть это проблема, в общем-то, ржавения. Мы все не просто забуреваем, мы еще и ржавеем. Вот это происходит. Смотрите, гликолиз. И мы видим реактивные фракции кислорода, это оксидативный стресс. Но, кроме того, есть и та же история с фруктозой. Аналогично. Посмотрите, фруктоза на самом деле в 7 раз, в 7 раз, в общем-то, быстрее идет эта реакция, и в 100 раз больше реактивных фракций кислорода. Все это приводит к клеточной дисфункции и смерти, если только эти реактивные фракции кислорода, допустим, условно говоря, не ингибируются антиоксидантами. А эти антиоксиданты находятся где? В пероксосомах различных клеток, особенно печени, пероксосомах. Третье. Метахондриальная дисфункция. Ага. Это хорошо известная песня. Да, метахондрии, конечно же. И это энергетическая фабрика внутри каждой клетки. Вот здесь глюкоза, показанная зеленым цветом, которая активирует два фермента, которые необходимы для того, чтобы повысить бета-оксисление метахондрии, эмпигеназа, эмпигеназа, аэмпигеназа, и, кроме того, HADH, гидроксиэксокоидиэгидроксилаза, которая необходима для того, чтобы обеспечить два карбоновых фрагмента. Итак, общая сумма такая, глюкоза, будет повышать метахондриальное бета-окисление. И это хорошо. И это хорошо. Однако же фруктоза, вноситель основной, ингибирует три других фермента. И будет ингибировать эмпигеназу, будет ингибировать эйкедел, эсоколит, дыхальдогеназу, цепочечную, и, наконец, мочевую кислоту, в которой генерируется фруктоза, и в данном случае кармитил, палмитил трансфераза 1,8, который необходим для восстановления кармитина, которое является механизмом шаттла для того, чтобы загнать жир внутрь митохондрии для бета-окисления. Итак, сухой остаток. Фруктоза ингибирует бета-окисление митохондрии. Рон Канн, который является руководителем Джостинского диабетического центра, писал об этом. Он сказал, самый важный вывод этого исследования заключается в том, что высокий уровень фруктозы в питании – это плохо. Это не плохо, потому что здесь много калорий, но это плохо, потому что это влияет на метаболизм печени, ухудшает его в отношении сжигания жира. И в результате добавление фруктозы к диете на самом деле заставляет печени хранить больше жира, и это плохо для печени и плохо для всего метаболизма организма. Нельзя сказать лучше. Четвертый омерзительный товарищ – инсулинорезистентность. Вы все прекрасно знаете об инсулинорезистентности, вы все изучали ожирение, вы все это знаете, но, возможно, вы не осознавали этого. Посмотрите, если мы нарисуем вот эту скотограмму ИМТ по сравнению с инсулиночувствительностью, которая будет измерена посредством клэмп-теста по инфузии и глюкозе, то мы видим с вами гиперболическое соотношение. Все это знают, все это знают. Смотрите, сначала это было описано Бергманом еще в 1986 году, гиперболическое соотношение, которое называется как индекс диспозиции. Но что важно в этой связи? Посмотрите. При любом взятом ИМТ, при любом ИМТ, при любом уровне ожирения, мы видим пациентов, которые имеют чувствительность к инсулину, и при этом же есть другие, которые не имеют инсулинорезистентные. Посмотрите на это распределение, вот этот разброс. При любом ИМТ у нас есть инсулиночувствительные, инсулинорезистентные, и те, и другие, и те, и другие. Да, ИМТ играет роль, безусловно, в степени инсулиночувствительности, но, кроме того, есть и другие факторы, которые играют, возможно, более важную роль. И оказалось, что чувствительность к инсулину гораздо более важна, чем ожирение. Вот так. С точки зрения риска развития диабета и сердечно-сосудистого заболевания. Здесь мы видим с вами, что если у пациента сохранена чувствительность к инсулину, то риск диабета очень низкий. Риск сердечно-сосудистого заболевания очень низкий, гораздо ниже по сравнению с сценарием инсулино-резистентности. Конечно, это тоже играет значение, да, имеет значение, но в каждом случае, в каждом случае, если мы сравним чувствительность по сравнению с резистентностью, чувствительность более важна. Перед вами кривые Каплана Майера по летальности, которые основаны на ожирении и на степени инсулиночувствительности и инсулинорезистентности. Мы видим с вами, что практически в каждой ситуации на самом деле не ожирение имеет значение, а инсулиночувствительность имеет большее значение. То есть если пациент имеет чувство связи с инсулином, то тогда у него гораздо больший шанс выжить по сравнению с сценарием инсулинорезистентности. Неважно, есть ожирение или нет ожирения. Итак, в UCSF мы проводили исследование для того, чтобы ответить на вопрос, а что же выживает эта инсулинорезистентность печени. Мы сделали следующее. Мы взяли 43 ребенка из нашей программы по ожирению, все с метаболическим синдромом, все с жировой болезнью печени, все с высокими глицеридами. Да, мы их изучали на диете, на фоне домашней диеты, и затем, в последующие 9 дней, мы изъяли сахар из их диеты, просто убрали сахар полностью. То есть мы, собственно, взяли процент калорий и, так сказать, уронили сахар с 28. Мы давали фрукты, но весь добавленный сахар был убран, кроме фруктов. И, соответственно, если вы это сделаете, то тогда вы потеряете 350-400 калорий в день, да, только на фоне диеты, только на фоне диеты. Если это делать в течение 10 дней, то можно похудеть, похудеть. Но мы не хотели, чтобы пациенты худели, потому что если им станет лучше, и они похудеют, то критики нам скажут, конечно, конечно, им стало лучше, они же похудели. Понимаете, поэтому мы не хотели, чтобы они худели, мы хотели, чтобы они оставались в том же весе, мы уже даже набрали бы вес, это было бы хорошо в нашем эксперименте. То есть мы должны были заменить сахар на что-то еще эквивалентное, с эквивалентным количеством калорий. Мы давали им экстра крахмал, крахмалец. Итак, мы, так сказать, что называется, вытащили печенье, воткнули макароны, мы забрали куриные черияки и воткнули хот-доги и так далее. То есть мы дали им еду, но там не было добавленного сахара. И затем в конце 10 дней мы повторили все тесты без сахара. Вес тот же, так мы и показали, что у нас жир печени упал на 22%. Липогенез Денова упал на 46%. Триглицериды, Виэл Диэл, упрали на 49%. Весцеральный жир упал на 7%. И что самое важное, у нас резко улучшилась кинетика инсулина, у нас улучшилась инсулинорезистентность и поменялась секреция инсулина. Практически, практически инсулинорезистентность исчезла. Мы обратили вспять в метаболический синдром без измерения калоража, без изменения веса, только за счет того, что мы убрали митохондриальный токсин из еды, фруктозу. Почему же это происходит? Мы все прекрасно знаем о метаболических эффектах инсулина. Мы знаем, что все это медиируется через инсулиновые рецепторы. И, собственно, второй мессенджер, фактор транскрипции, который вовлечен в контроль глюкозы печенью, это АКТ. Но есть и другой путь. Вы все знаете о нем. Это путь пролиферации клеток, клеточной пролиферации. И он уже контролируется мапкиназой. Протеин киназой мап. И то, что, собственно, и приводит к сердечно-засудистым заболеваниям, то, что приводит к онкологическим заболеваниям, то, что приводит к пролиферации клеток, фактически это приводит к хроническому метаболическому заболеванию и ранней летальности. И основная проблема следующая. Когда мы стимулируем инсулиновые рецепторы, мы получаем и то, и другое. Активирование АКТ – это хорошо. Активирование мапкиназы – плохо. Пятый омерзительный товарищ – это целостность мембраны. Давайте подумаем об этом на минутку. Что это происходит? Представьте себе взрыв воздушного шарика надутого. Итак, мы его, так сказать, надуваем, надуваем на максимум, а затем пытаемся пальцем продавить дыру. Вот он надутый, палец туда продавливается. Он туда-сюда ходит, и шарик, в общем-то, остается целостным. Но если вы возьмете булавку или иголку, то вы его проколете, и он бух, и сдулся. Да. Возьмем новый шарик, опять надуваем. Хорошо. И, собственно, загоняем на три недели в угол нашей спальни. Видно? Он потихоньку сдувается, 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 ну, потому что воздух туда-сюда ходит через мембрану. Хорошо. Тогда возьмем, его развяжем и поднадуем второй раз. В этот раз используйте палец. И сейчас он что? Он взорвется. Мембрана изменилась, когда он три недели пролежал, потому что давление, в общем-то, дало новые характеристики материалу. И сейчас этот воздушный шарик можно проколоть не просто булавкой, а даже и пальцем, как и в первом эксперименте. Тоже происходит с нейронами. То же самое. Мы это знаем как мембранная флюидность. Итак, состав этой мембраны зависит от количества холестерина и фосфатидилхолина в мембране. Холестерина и фосфатидилхолина. И в частности, это зависит от количества омега-3, которые должны находиться в нашей диете, которые очень важны. Итак, фруктоза за счет гиперанцелиномии повреждает эту текучесть, флюидность этой мембраны. Но это все можно минимизировать посредством адекватного потребления омега-3 жирных кислот. И в конечном итоге это улучшит также синоптическую пластичность, а также нашу когнитивную функцию, выживаемость клеток и их жизнеспособность. То есть это будет работать по эндогоме спине. Шестой. Шестой пункт. Воспаление. Вы все знакомы с воспалением. Хорошо, что вы знаете, потому что на самом деле все мы работаем с пациентами с аутоиммунными заболеваниями. Но на самом деле у нас у каждого есть воспаление сейчас. У каждого. У каждого есть высокий циреактивный белок сейчас. Но даже те, кто и не имеют аутоиммунных заболеваний, но основной вопрос такой, откуда, собственно, происходит это воспаление. Итак, есть три отдельных барьера в этой связи, которые, собственно, удерживают цитокины, липополисахариды, а также все бактерии вот здесь. Они выводят их из циркуляции. То есть все это не заканчивается системным воспалением. Итак, три основных барьера. Это муциновый слой, это плотное сочинение, как, например, занулины, как прицелеки, а также TH17, которые являются теми, кто формирует эммологический барьер, которые, собственно, удерживают эти липополисахариды от внедрения. Когда эти бактерии или липополисахариды все-таки попадают в кровоток, то тогда их, в первую очередь, тащат куда? В печень. И это вызывает инсулинорезистентность. То есть все то, что индуцирует стресс по этим трем барьерам, в конечном итоге попадает в системный кровоток и приводит к системному воспалению. Что это? Сахар, нитраты, да, и белки плотных сочленений. Да, все это приводит к транслактации бактерий и липополисахаридов. Их тащат в кровоток, тащат в печень, а затем происходит активация воспаления гепатоцитов и клеточная гибель. Это происходит в иммунных клетках также. Как вы видите, глюкоза превращается в лактат в иммунных клетках, но фруктоза ингибирует глутаминсинтазу. И таким образом, в конечном итоге, это приводит к изменениям, к высвобождению цитокинов. Это представлено вот здесь. Обратите внимание, мы видим, рапамецин прекращает это. Да, это протеин и медиированное событие. То есть, когда мы используем глюкозу по сравнению с глюкозой плюс фруктозой, то глюкоза плюс фруктоза показана синим цветом здесь. Посмотрите, фенеоальфа подпрыгнул, интерлекин первый подпрыгнул, интерлекин шестой подпрыгнул, далее в ответ на фруктозу, и именно фруктозу, не на глюкозу, в чистом виде. То есть, вот этот феномен иммунных клеток фактически не работает должным образом в ответ на сахар. И это хорошо известно. Фактически мы знаем, что те пациенты, у которых есть аутоиммунные заболевания, у них даже ещё хуже, когда они сахар потребляют. Всё ещё хуже. Перед нами одно исследование. Посмотрите, потребление свободного сахара и развитие дисципедемии и активации заболеваний у пациентов с СКВ, системной красной волчанкой. Посмотрите, ревматойная А3, то же самое. Мы видим с вами увеличение, которое основано на потреблении сахара. Это происходит и показано на носительном риске. Оказалось, что определённые бактерии в кишечнике, они, в общем-то, растут лучше на фруктозе, чем на глюкозе. Смотрите, ну, в частности, стрептококия. Стрептококия группа, как вы знаете, это, в общем-то, плохие ребята. Они вызывают ревматойные артриты, также многие другие состояния аутоиммунной патологии. В частности, хорея Синдемана, Синдемана, пандас, прогрессирующие аутоиммунные нейропатические заболевания, ассоциированные со стрептококком, множественные психиатрические нарушения и так далее. Обратите внимание, сахароза повышает, улучшает рост стрептококков, а глюкозы нет. То есть, добавление сахара в диете, скорее всего, увеличит ваши риски иммунных проблем, а также системного воспаления. Седьмое. Метеллирование. Мы все сейчас знакомы с тем фактом, что ДНК может быть метеллирован, и белки могут быть метеллированы. Когда метеллируется ДНК, у нас возникает проблема с транскрипцией. Когда метеллируются определенные белки, то у нас возникает проблема с клиренсом, в частности, проблема с гомоцистеином. Как вы знаете, это, собственно, основной сердечно-сосудистый токсин. Ферменты, которые проводят клиренс гемоцистеина, это метилтедрогидрофалатридуктаза, МТХФР. Но это зависит от витамина В. В12, фолиевой кислоты, В6 и так далее. То есть, если есть дефицит по витаминам В, то тогда, скорее всего, будет проблема. С активацией, с метилтедрогидрофалатридуктазой, и мы сейчас знаем, что это может быть ассоциировано с речностью с удистыми заболеваниями, а также с болезнью Альцгеймера. Это хорошо известно по литературе моделей животных. Вы хорошо знаете это. Это также проблема фалата и также проблема метилирования, так же, как и с метиллентедрогидрофалатридуктазой. Вы видите, что гомоцистеин, в частности, гомоцистеин и уровни гомоцистеина также очень зависят от уровня витамина В12, в частности. Поэтому, если уровень витамина В12 достигает определенного уровня, то тогда, собственно, проводится клиренс гомоцистеина. Если уровни В12 низкие, то этого не происходит. И мы знаем, что пациенты имеют выраженный дефицит витамина В12. Мы все знаем, что метилирование очень важно для биологических часов, которые мы сейчас изучаем. Это очень важно с точки зрения клеточной гибели, а также человеческой гибели. Так вот, когда эти биологические часы работают правильно, мы доживаем до хорошего, зрелого возраста, в то время как биологические часы ускорены, то обратите внимание, что происходит. Всё заканчивается, в общем-то, повышением возраста метилирования по сравнению с хромологическим возрастом. Это приводит к крайней гибели. И это степень метилирования. Ну и, наконец, последний омерзительный парень – аутофагия. Мой любимый. Мой любимый. Итак, аутофагия – это, собственно, вархоломеевская ночь для клетки. Итак, собственно, у меня в дом приезжает мусоровоз каждый вторник вечера. Понимаете, иногда они выходят на забастовку. Как только они выходят на забастовку, эти ребята, знаете, что происходит? О-о-о-о, всё воняет. На первой неделе, ну, вообще, ещё пока ничего. На второй неделе начинается запашок-пошёл, пошёл, запашок-пошёл. На третьей неделе ну, может, уже крысы начали шнырять вокруг полужайки. На четвёртой неделе что произойдёт? Ну, возможно, так сказать, у нас, в общем-то, забьются трубы, извиняюсь, с жидким содержимым, а затем в доме будет невозможно жить. То есть, клеточная функция приводит к агрегации белков, да, и, соответственно, происходит и биквининция, и затем всё это разрушается протеосомами на маленькие пептиды, затем, собственно, всё это рециклируется в аминокислоты, вот таким образом происходит убиквинирование, процесс убиквинирования и клиренса. Это феномен, который называется аутофагия, поедание клеток. Ну, мы знаем, что могут быть разные дефекты в аутофагии. Это может приводить к цветочной гибели онкологии, онкологии, жировой болезни печени, диабета второго типа, а также нейродегенеративным заболеванием. Давайте посмотрим, аутофагия, она напрямую связана с долгожительством. Почему? Ну, потому что, собственно, необходимо осуществить клиренс протеоагрегатов, улучшить иммунный ответ, врождённый иммунный ответ, снизить провоспалительный ответ, снизить клеточное старение и избегать шанса развития онкологического заболевания. И вот сейчас это уже было показано, что если мы фосфорилируем аэмпокинозом, то мы увеличиваем аутофагию, то есть аэмпокиноза очень важна, очень важна. Вот представьте себе, то, что увеличивает аэмпокинозом, увеличивает аутофагию, например, мотформин. Но кроме того, интермитирующее голодание. Итак, вот восемь омерзительных, да, так фактически всё это, о чём я говорил, это нельзя вылечить, здесь нет препарата и пролечивать нельзя, но они все могут быть излечены посредством питания, но не промышленного питания, а это, собственно, то, из чего и состоит западная диета. В частности, вот посмотрите, что происходит в британской семье. 57% американских покупок и 73% американской индустрии питания. И что там? Что там? Это подвергнутые обработки. Что там? В основном фрукты, овощи, ну, многое другое, в частности, и молочка, и жиры, и какие-то солёные закуски и так далее. Посмотрите, всё забито крахмалом, то есть, на самом деле, это содержится везде, во всей цепочке питания, во всём западном мире. Мы все прекрасно знаем, что ультрапроцессинг пищи коррелирует с ожирением. Вот смотрите, перед вами, собственно, 19 стран высокоразвитых, и мы видим с вами, что вот эти подвергнутые обработки продукты, они являются прогнозом ожирения. Мы знаем также исследования Национального института здравоохранения, что если, собственно, мы будем потреблять то же самое количество, то же самое состав по диете, но одно из них, скажем так, подвергнуто интенсивной обработке а другое нет. Так вот, значит, если это подвергнутые интенсивные обработки, то это будет плюс 500 калорий на том же самом, и вы набираете вес, в то время как в случае необработанной вы едите тоже, но меньше калоража. Мы знаем, что ультрапроцессинг, это, собственно, в виде развития рака, в частности, это было показано во Франции, каждые 10% дают нам 12% увеличение частоты онкологических заболеваний. Мы знаем, что это ассоциировано и с частотой летальностью данной во Франции. Посмотрите на 20%. То есть, соответственно, это на 20% повышенный риск генитальности. Наши коллеги в Стэнфордском университете, Крисфер Гарна и его группа провели очень интересное исследование. Они назначали либо здоровую диету с высоким содержанием жира, либо здоровую диету с высоким содержанием углеводов. И, собственно, они показали, что разницы нет. Разницы нет с точки зрения маркеров заболевания. И одинаковое снижение веса в высокоуглеводной и высокожировой диете главным образом, чтобы там было хорошее количество волокон. Продукты глубокой переработки, высокий сахар, низкая клетчатка. Вот и всё. Глубокая переработка. Это ужас. Оказалось, что высокий уровень клетчатки также работает хорошо, как и низкоуглеводная диета с точки зрения контроля глюкозы. И то же самое по контролю инсулина. Поэтому диета с высоким уровнем волокон, клетчатки минимизирует очень многие из этих хронических метаболических заболеваний. Итак, завершаю. Перед вами 8 омерзительных мерзавцев или благородных героев. Гликирование. И это углеводы, фруктоза, отсутствие клетчатки, оксидативный стресс. Это глюкоза, фруктоза, метахонориодисфункция, метахонориодисфункция, фруктоза, омега-6, трансжиры и отсутствие микронутриентов. Инсулино-резистентность. Это фруктоза и разветвленные аминокислоты, дицин, изолитин, болин, которые диамидируются и, собственно, перегружают метахондрии. Мембранная нестабильность, отсутствие омега-3. Воспаление из-за углеводов и глютена в некоторых случаях, омега-6, фруктоза, а также отсутствие клетчатки. Метеллирование, отсутствие фолиевой кислоты В6Б12 и, наконец, аутофагия, которая ухудшается частым питанием и отсутствием клетчатки. Другими словами, питание, диета, это драйвер этих восьми хронических метаболических патологий. Плохая диета, плохая диета, западная диета, да. Именно поэтому Запад и демонстрирует такие высочайшие цифры по диабету, жировой болезни печени, сердечно-сосудистым заболеваниям и так далее. Но тогда говорят, может быть, можно это все, так сказать, сжечь без нагрузочкой, без нагрузочкой, может быть, мы, в общем-то, будем сжигать это все интенсивно и попытаемся это минимизировать. Так вот, частично, только частично. Вы можете минимизировать четыре из восьми. Метахатрильную дисфункцию, инсулино-резистентность, воспаление и таутфагию, да, посредством физнагрузки. Поэтому физнагрузка это хорошо. Я не против физнагрузки, я поддерживаю, я в общем и целом за. Но вы не улучшите влигирование. На самом деле это ухудшит оксидативный стресс, да, вы не улучшите мембранную стабильность и вы не решите проблему метеорирования, то есть, другими словами, физнагрузка не сможет перебить плохую диету. Нужно чините диету. Так вот, что мы пытаемся сделать в США. Перед нами потребление сахара, отложенное по оси ординат по сравнению с временем. Временная ось. Наши предки, да, 200 лет назад примерно, они, так сказать, иногда фрукты, овощи, по выходным, медок иногда, да, на масленицу, да, практически не было потребления активного сахара. Затем рост потребления сахара, Луизиана, Сиен-Эйч, ну, в общем-то, другие компании, которые являются большими производителями сахара у нас. Затем наступает стабилизация. Вторая мировая война. Сахара нет. Сахара нет. И вот, смотрите, все улучшилось. Как хорошо война зашла. А здесь мы видим введение как раз-то продуктов глубокой переработки в середине 60-х, 70-х. И вот дальше все стало хуже. Здесь у нас высокофруктозные составы, что, так сказать, ухудшило ситуацию еще. Безусловно, я хочу сейчас наложить кое-что на этот слайд. Еще один слайд. С процентов ВВП, который тратится на здравоохранение за тот же период времени. Вот, смотрите, накладываю. Сейчас. Вот смотрите, как только появились продукты глубокой переработки в середине 60-х, вот тут здравоохранение стало пылесосом денег. Почему? Потому что продукты глубокой переработки токсичны. Токсичны. И кроме того, это аддикция. И именно поэтому, именно поэтому все эти хронические заболевания и ожирения, которые являются симптомом этих хронических заболеваний, стали развиваться таким взрывным образом и стали огромные проблемы. И вот в США, как вы можете себе представить, есть, в общем-то, на уровне общества социальный детерминанты здоровья. Потому что бедные люди, бедняки, они, в общем-то, получают пищу из банков питания. Вот перед вами эти продукты из банка питания. Вот смотрите, донация вкусных продуктов в банк питания. Вот что мы отдаем беднякам. Вот что мы отдаем беднякам в США. И поэтому неудивительно, что у них больше ожирения и у них гораздо более высокая и летальность и заболеваемость. Итак, когда-то Гиппократ сказал, пусть пища моя будет моим лекарством. Но просто Гиппократ с Макдональдсом никогда не встречался, да. Если бы встретился, возможно, он бы сказал что-то другое. Он бы сказал, хорошая пища – это питание, а плохая пища требует лечения. Именно поэтому сейчас, увы, мы в западном полушарии едим то, что мы называем плохой диетой. Я знаю, что у вас тоже есть фастфуды. Есть тоже фастфуды, да, с точкой. И это тоже ваша проблема. Это наша проблема. Это глобальная проблема. И, соответственно, нам всем нужно работать вместе для того, чтобы решить эту проблему. И есть пути решения, есть пути, мы работаем над ними. Но если вы думаете об ожирении, то это не основная цель. Вы выбрали ложную цель. Ожирение – это симптом, это не причина, а нужно рубить в причину. Нужно идти вверх по каскаду этой проблемы для того, чтобы решить эту проблему. Поэтому на этом я рад завершить свою презентацию и буду рад ответить на любые вопросы, замечания, комментарии. И мне было очень приятно снова в очередной раз выступать перед вами. Большое спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова